Всем привет! FE серия Samsung неоднозначная, но как минимум привлекающая внимание. Аппараты, сделанные по советам фанатов и для фанатов, что правда никак не билось с тем, какая была первая генерация прошлогодней модели S20 FE с огромными проблемами тач-экрана. Чуть позже под этим именем продавалась и обновленная версия этого смартфона. Были исправлены крупные главные проблемы, а заодно обновлен процессор. В новом же поколении Samsung однозначно должны были сделать выводы и понять запросы целевой аудитории модели. А вот получилось ли, мы сейчас и постараемся разобраться. Поехали! Так как мой материал выходит уже много позже анонса официального выхода аппарата на рынок, я буду стараться говорить о своих личных впечатлениях и опыте использования, нежели о сухих характеристиках, которые отойдут на второй план. Итак, внешний вид максимально узнаваемый, с первого взгляда ясно, что перед вами смартфон линейки Galaxy S, и это хорошо, ведь это флагманская линейка. Однако выступающий блок камер пускай и смотрится неплохо, далеко не всем нравится. Например, мой коллега уверен, что три камеры в ряд символизируют нечто ползучее и отдаленно напоминает паука. Рахнофобия, не иначе. А другой левша и был, мягко говоря, не в восторге от эргономики, так как блок очень неудобно ложился в руку. Я же человек обычный и отметил компактные габариты, матовую спинку, которая не так скользит, как многие другие. Да и про размеры вообще отдельный разговор, ведь Pixel 6 рядом с ним смотрится каким-то пришельцем из прошлого. Кстати, в отличие от оригинального S21, который был выполнен из пластика, здесь корпус из металла и стекла. За три недели использования без чехла он собрал небольшое количество потертостей. К внешнему виду вообще сложно придраться, разве что рамка снизу экрана образует небольшой подбородок. Симметрии тут нет, а жаль. Вообще, если быть максимально кратким, то смартфон при первом приближении воспринимается флагманом, и лишь пара вещей в первые пять минут общения выдают его. Это уже упомянутые асимметричные рамки, очень грубые вибры, как будто взятые у бюджетного смартфона, и наконец стерео. На последнем я чуть поясню. Верхний разговорный динамик весьма успешно помогает основному, и его громкость почти не уступает последнему, так что для игр стерео вполне хватит. Однако глубины звучания откровенно не хватает, басов нет вовсе, и поверьте мне, при прямом сравнении с такими аппаратами, как родственный S21, iPhone 13 или Pixel 6, это более чем очевидно. Зато громкости хоть и добавляй, но по понятным причинам выкручивать до максимума не хочется. Зато в наушниках звук преображается. Спасибо поддержке Dolby Atmos и крутому встроенному эквалайзеру. Плюс не забываем, что Samsung исторически поддерживает большое количество кодеков Bluetooth. Переходим к экрану. Каждое новое поколение матриц Samsung расхваливают за обновленные технологии Super AMOLED. А я далеко не каждый раз понимаю, о чем речь. Например, тот же S21 Ultra технически вроде бы лидер, но далеко не всегда на глаз он мог превзойти более дешевых конкурентов. Благо все это не касается S21 FE. Тут все в порядке. Я безумно доволен экраном. Не забыта, конечно, и повышенная частота обновления экрана в 120 Гц. Максимальная яркость 1200 люкс, которая срабатывает при ярком внешнем свете. Это совсем чуть ниже, чем у лучших представителей класса. Естественно, в любых ситуациях информация на экране хорошо видна. По калибровке цветовой охват даже превышает DCI-P3, что заметно по очень насыщенным цветам в одноименном режиме. Радует, что возможности некоторые корректировки баланса белого есть, а для любителей более спокойных оттенков есть режим естественные цвета, которые не имеют регулировок, зато максимально близок к классическому sRGB. По шим Samsung стоит на своем, а презираетесь и димминг на корню. Почти на всем диапазоне яркости частота мерцания находится на уровне 240 Гц, что лишь чуть не дотягивает до безопасных 300. И вот если бы дотянул, то и коэффициент можно было бы не измерять, но увы, пульсация будет заметна особо чувствительным пользователям. Почему даже Fun Edition компания не прислушивается к своим же поклонникам, для меня загадка. Ведь шим на уровне 50% и выше почти на всем диапазоне яркости вряд ли можно назвать нормой. Отдельно отмечу подэкранный сканер отпечатков. Он хорош, причем реагирует даже на чуть влажные пальцы, а осухить и говорить нечего. Отрабатывает очень быстро и без вопросов. Отмечу я и программное обеспечение. Я не фанат Samsung UI. Да, это современные, максимально стабильные и весьма богатые на функции оболочки. Но даже в четвертой версии остались вещи, которые мне до сих пор не нравятся. Хочется перетащить герой к приложению на рабочий стол, вроде бы логично воспользоваться поиском в дроуэре, но так не работает. Листай и еще приложение вручную в общем списке. Фирменное оформление иконок бесит многих, это проверено. А найти нормальные бесплатные в магазине тем практически невозможно, так как большинство адекватно отрисовывают лишь стоковые приложения, а вот все скачанные из плеймаркета обязательно криво вырезаются или красуются на белом фоне. Хотя большинство зрителей меня может упрекнуть в чрезмерной придирчивости и будут правы, поэтому в целом это все равно один из лучших интерфейсов на рынке. Производительность. Здесь стоит 888 дракон, на котором уже многие набили шишки в плане охлаждения. Он мощный и горячий, а следовательно для игрового смартфона, к которым компания и относит свой S2 Synapse требует серьезного подхода к отводу тепла. И здесь его нет. Более того, в интернете вы без труда найдете материалы, в которых при долгом использовании старые S20FE на 865 драконе за счет меньшего троттлинга обойдет новую модель. Я же запускаю тесты троттлинга исключительно с максимальной яркостью, чтобы сыментировать предельные нагрузки. И мне кажется, что на последней прошивке результаты не плохи, так как в том же тесте на центральный процессор сброс частот произошел только через 20 минут. В 3D все ожидаемо хуже, но даже 4000 попугаев в JFX Bench весьма хороший результат. В играх же мы редко сталкиваемся с постоянной загрузкой под 100%. Там есть время на передышку и в целом проблем с этим. Нет. Ну и конечно, самые горячие смартфоны я тестирую заодно с охлаждением от Flydigy, где элемент пельтье позволяет отвести огромное количество тепла от задней крышки смартфона. В тестах же это означает бешеный и можно даже сказать рекордный показатель на старте на холодную и весьма стабильные цифры позже. Отдельно хочу обратить ваше внимание на температуру батареи с охлаждением и без. Если вы берете смартфон для игр, наверное, логичным было бы иметь при себе такой гаджет, хотя я раньше в них, прямо скажем, сомневался. И снова немного о плохом. В базовой версии смартфона всего 6 гигабайт оперативной памяти. Если не перегружать смартфон более трех дней, то чувствуются некоторые тупники при работе. Они бросаются в глаза после почти идеальной работы интерфейса. Советую задать автоматический перезапуск ночью хотя бы пару раз в неделю, чтобы смартфон работал хорошо. Благо One UI это позволяет сделать. Камера. Здесь в основном только хорошие новости. Из даунгрейда после S21 только потеря режима съемки в 8К, которая в общем-то мало кому нужна в принципе, тем более в 24 фпс. А в остальном сплошные плюсы. Основная камера не изменилась и пускай после пикселя современных Huawei ничем удивить не может, но все еще демонстрирует неплохой уровень качества. Телевик обрел нормальный физический трехкратный зум взамен того недоразумения, что было в S21. Ну а ширик не растерял своих качеств, что уже неплохо. Оптический стаб есть и на основной камере и на зуме. Если сравним качество фото с лучшими представителями, то очевидно, что FE им уступят. Например, тому же iPhone 13 или Pixel 6. Но поверьте, даже после обычного S21 улучшения есть. И они видны. Плюс, я думаю, в скором времени допилят и G-Cam, с которым качество фото приблизится к тем же Pixel. Ну а после примеров фото мы посмотрим и на видеосъемку. А оригинала всего этого безобразия вы, как всегда, можете найти по ссылке в описании в облаке. Субтитры сделал DimaTorzok Переключение между объективами достаточно плавное. С тряской при ходьбе отлично справляется и ширик, и основная камера. И лишь с зумом есть определенные проблемы, так как он не может сфокусироваться на объектах. Кстати, в режиме видеосъемки переключение между модулями возможно только при выборе 30 фпс. В 60 придется снимать, но уже выбранную камеру. А вот автономность у смартфона очень средняя. Честно сказать, я даже не смог наделать классических нормальных скриншотов работы экрана в течение суток, потому что то и дело подзаряжал его. Нет никакой уверенности, что покидая дом со 100%, вы вернетесь обратно с включенным устройством. 3-4 часа экрана максимум и то с натяжкой. Честно сказать, за последнее время это один из худших смартфонов по автономности. И ожидать тут каких-либо изменений с новыми прошивками не приходится. Несмотря на то, что смартфон поддерживает беспроводную зарядку, на моей старой станции от Nilkin зарядить S21 почти невозможно, так как любое минимальное смещение от центра прекращает передачу заряда. На вертикальной зарядке от Xiaomi такой проблемы нет, однако факт есть факт, проблему я все-таки нашел. Настало время подвести итоги. Как я и сказал в самом начале, S21 успешно отыгрывает роль флагмана во многих задачах, и его более бюджетную сущность выдают менее качественные динамики, вибры и прочие мелочи. Зато и камеры, и экран, влагозащита с беспроводной зарядкой есть. Расстраивает лишь автономность, это главный минус аппарата, к сожалению. В остальном аппарат удался, и его успех на рынке будет зависеть от цены. Когда он только вышел до повышения цен, на скидках я видел цифры 41 тысяча рублей и 45. Сколько может стоить смартфон в момент, когда вы смотрите это видео, одному богу известно. И насколько это будет конкурентоспособно по сравнению с остальными, тоже. Но на момент выхода даже официальный ценник в 55 тысяч был вполне адекватен. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.